Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Начитываю книгу «Беседы о братстве» Николая Николаевича Неплюева. Эта книга состоит из двух частей. Это «Путь веры», первая часть, которую я уже начитал. Сейчас вот начитываю вторую часть этой книги. Это «Голос верующего мирянина» по поводу предстоящего собора. Заголовок. Программа занятий собора. Первое. Обсуждение проектов покаянного воззвания, с которым собор или по поручению собора и от имени его имеет обратиться ко всей церкви поместной и ко всему русскому народу, святейший сенот или патриарх, если патриаршество будет восстановлено. Второе. Вопрос о восстановлении первенствующего значения Верховной Заповеди Любви совершенно затерянный как в катехизисах, курсах Закона Божьего и богословской науки, так и в практике социальной и политической жизни христианских народов, что и приводит к хаотическому распылению вероучения и самих христиан. Третье. Вопрос о согласовании с Верховной Заповедью о любви всех нравственных понятий и всего уклада жизни христиан. Это вопрос о логичности и последовательности в деле, исповедании веры и честной жизни по вере. Четвертое. Вопрос о воспитании дух живых в школах, не только духовных, но и светских. Пятое. Вопрос об оздоровлении души народной, понимая слово «народ» в самом широком значении. Шестое. Вопрос об оздоровлении семьи. Седьмое. Вопрос об оздоровлении прихода. Восьмое. Вопрос об организации жизни церкви поместной на соборно-православном начале. Девятое. Вопрос об отношении церкви ко всем областям жизни государственной и общественной и о влиянии ее на них. Десятое. Вопрос о благоденствии святых божьих церквей и соединении всех. Одиннадцатое. Вопрос о международном общении между всеми людьми доброй воли, между всеми сынами света и добрыми самаряйнами, сплочении и организации их на пользу человечеству путем соборного общения, не только между христианскими церквями, но и христианских церквей со всеми исповедующими Бога Живого, высшей любовь и высший разум мира. Двенадцатое. Вопрос о характере отношения сплоченных сынов света к сынам тьмы, современным антихристам, их организациям и их деятельностям. Первое. Покаянный призыв. Он должен быть изложен ярким, живым и ясным языком, без всяких недомолвок, политичных умолчаний, туманных фраз и общих мест. Он должен быть написан кровью сердца, полного огня негодования против зла, измены Богу и правде его. Полного святого огня ревности о Боге и правде его, жалости к заблуждающимся и блудно ходящим во след кумирам. Полного святого огня любви к сынам света, глубоко несчастным в своем распылении, в своей разрозненности, в своей необособленности от зла и злых. Он должен пробудить умы, сердце и совесть. Должен показать добрый пример честного покаяния, честного самообвинения во всем, в чем пишущий призыв чувствует себя виновным перед Богом, Церковью, Родиной и ближними. Конечно, не в смысле личной исповеди, а в смысле всенародной исповеди за те сословия, за те общественные классы, которым члены собора принадлежат. Нельзя достаточно настаивать на безусловной необходимости этого великого акта всенародного покаяния. Церкви не знать величия и благородства искреннего покаяния, низость и подлость нераскаянности. Чем полнее будет покаяние, чем определённее будет осуждено зло, тем лучше, тем полнее будет разрыв со злов, тем более будет восстановлено доверие, тем основательнее будет надежда на лучшее будущее, тем прочнее будет фундамент нерукотворного храма воистину Святой Руси. Этот покаянный призыв должен быть не только напечатан во всеобщее сведение, но и обнародован с возможной большей торжественностью, прочитан священниками во всех храмах империи, прочитан епископами во всех кафедральных соборов губернских городов, обсуждаться проповедями, призывающими местных жителей, кроме общего покаяния, изложенного в призыве, ещё и особому покаянию именно в том, в чём проявилось зло в них, в чём они были пособниками зла своим соучастием ко злу или постыдным равнодушием к нему. Надо, чтобы повсюду были отслужены обедни, с включением век теньи особых прошений покаянного характера за всех чад Русской Православной Церкви, за всю Россию и, в частности, за местных жителей, сообразно местным условиям усмотрения епископа и настоятеля храма. Надо, чтобы после других служились особые молебны, специально составленные на тот случай чистого покаянного характера. Надо, чтобы эти покаянные обедни и молебны во всех церквях по воскресным дням служили до тех пор, пока народ искренне покается и не сотворит плодов, достойных покаяния. Пока священный сенот или патриарши совет не найдет основательным положить конец этому проявлению всенародного покаяния. Второе. Верховная Западь христианского откровения. Любовь, цемент, связующий все вероучение и всех верующих в одно стройное единство. Животворящий дух, дающий разумную жизнь вероучению и верующим, без чего они мертвы и имеют только вид жизни, на самом деле оставаясь негодной плотью, прахом земным, пылью, негодной для созидания. Очень необходимо выяснить самый характер христианской любви, разумной и созидающей, способной быть разумной основой жизни, светом разума, светом мира и соли земли. Необходимо выяснить характер христианской любви к ближним при свете любви к Богу всем разумением. Необходимо выяснить характер истинно-христианского милосердия, разумного и созидающего жизнь на добрых началах. Выяснить этот характер обязательно для современных христиан разумного милосердия, не отделывающегося от ближних бессистемной благотворительностью, а разумно организующего жизнь на основе христианского милосердия, руководствуясь при этом не археологическими справками и историческими сплетнями, а сознанием возрастающего дерева христианства и нашей христианской обязанности быть, по крайней мере, столь же умными на добро, сколько современные нам сыны тьмы умны на зло. Согласно с этим необходимо обсудить издание совершенно нового катехизиса, гораздо более ныне употребляемых в разумительного и жизненно полезного. Этот новый катехизис должен заключать в себе краткое, простое и ясное изложение вероучения, цельного христианского мировоззрения, определенных требований христианской нравственности как в личной, так и в общественной и государственной жизни. При свете Верховного Закона о разумной любви, освящающего и одухотворяющего животворным духом своим все буквы вероучения и практической нравственности, связуя их в разумное слово, святое единство, мудрой гармонии, мира по мысли Творца. Сообразно современному искажению христианской истины и ходячим, рутинным, искаженным понятием о христианской нравственности, не только о злонамеренных и невежественных клеветах врагов Церкви и нелепых требованиях, предъявляемых ими, будто на основании требований веры, но и в искаженном самосоздании самих верующих, сообразно соответствующей тому насущной необходимости, переживаемой нами эпохи, в новом катехизисе должны быть особенно ясно выяснены характер христианской любви и требованиях христианской нравственности. Необходимо ясно выяснить разницу между разумной христианской любовью, признающей широкую свободу добра, требующей стройной организации жизни на добрых началах веры, действующей любовью. Необходимо при этом обособление добра от зла и добрых от злых, требующей братского единства верующих и честного братства жизни и труда как нормальной основы мирного благоденствия на лоне Церкви, и той ничего общего с христианством, не имеющей покладистой уживчивостью со всяким злом и злыми, во имя которой так самоуверенно требует широкой свободы зла, нелепого непротивления злу, духовной проституции, отсутствие всякой обособленности, восстают против всякой организации, против самой законной самозащиты как отдельных лиц, так и целых организаций, так и целого государства, оправдывая всякое зло, сочувствуя нераскаянным преступникам, отрицают право законного суда, законного ограждения мирных жителей относили над ними и их имуществом, восхваляя незаконные убийства, отрицают право законной смертной казни, и таким образом, будто бы во имя любви работают на злое дело анархии, на жестокое дело разрушения всякой организации, всякого порядка, всякой безопасности для добрых и кротких. Необходимо выяснить громадную разницу между христианской нравственностью, основанной на разумной любви к ближним, при свете любви к Богу, всем разумениям, требующей стройной организации жизни, труда и отношений на основе христианского милосердия и нелицемерного братолюбия, являясь таким образом разумной основой нормальной, правдой христианской жизни и христианских отношений, и теми ходячими понятиями о требованиях христианской нравственности и христианского милосердия, которые оклеветали веру, оглупили ее до уровня несбыточной утопии и благоглупости, находящейся в полном противоречии с самими законными требованиями здравосмысла, уверяя, будто христианская нравственность удовлетворяется бессистемной благотворительностью, не требуя стройной организации жизни на добрых началах, довольствуясь применением отдельных своих сентенций к строе жизни, ничего общего с ней не имеющей, и к людям, не признающим за собой никаких нравственных обязанностей. Именно во имя этого ложного понимания христианской нравственности и христианского милосердия в настоящее время предъявляет к верующим самые нелепые требования вроде обязательной благотворительности в форме нелепого бросания податчик в бездонное море неупорядоченного хаоса жизни и наивного вычерпывания ковшиком этого моря зла и страданий ничего не делали для того, чтобы из этого хаоса зла создать стройный мир добра. Напротив, с полной уверенностью в праве людей, не признающих за собой никаких братских обязанностей, предъявлять братские права ко всем, не понимать обязанностей для сынов света быть еще умнее на добро, чем стыны тьмы умны на зло. Позорно для верующих не то, что враги веры ничего в ней не понимают и от ее имени предъявляют всякие нелепые требования, а то, что сами верующие соглашаются с их темным пониманием веры и ее требований и ничего не делают для разумного исповедания правды веры и разумного осуществления этой правды в жизни. Этот новый катехизис должен быть подробно изложен как подробное исповедание веры для всей Церкви Поместной, особенно ввиду множества богословских трактатов, затемняющих все вопросы веры, одни сухой схоластикой, хаотически смешивающей вечные истины христианского откровения, со всеми археологическими справками и историческими сплетнями, другие слепым доверием к последнему слову богословской науки, столь же хаотически смешивающей эту вечную истину с фантастическими гипотезами полуверующих и совсем неверующих современных ремесленников богословия наших и западноевропейских. Этот пространный катехизис должен быть сокращен для употребления на лекциях богословия в высших учебных заведениях и еще более сокращен, сохраняя при этом, однако, достаточную полноту для разумения цельного христианского мировоззрения, цельного понимания системы христианской нравственности и ясного понимания определенной программы в создании мирного благоденствия на основе христианской правды для средней и низшей школы. Ввиду позорного невежества не только народа, но и интеллигентных классов общества, не только неверующих, но и верующих, и даже людей благочестивых во всех вопросах веры, христианской нравственности и жизни по вере является насущной необходимостью восстановления в церкви института катехетов по гораздо более широкой программе, чем та, которая предлагается при освященном Антоне, епископом Волынске под названием «Училище начетчиков при монастырях». Не только лица, готовящиеся к священству, но и все верующие для того, чтобы иметь ум и сердце крещенными и не позорить церкви жизни жизнью своей, нуждаются в том, не могут обойтись без того, если желают быть не разрушительными, а созидательными элементами в жизни церкви и прихода. Это дело должно быть возможно скорее организовано и охватить с собой всю церковь, пролить свет истинной веры на все слои православного русского народа, стать одной из главных мер оздоровления души народной. Надо призвать к этому делу всех людей доброй воли, возможно скорее устроить для них достаточное количество школ катехетов, где бы они обучались по новому пространному катехизису и получали право быть катехетами, выдержав соответствующие испытания и дав клятву в своих беседах согласоваться с учением, изложенным в этом катехизисе. Это дело настолько настоятельное и неотложное, что все епископы и их векарны и монастырины должны на пользу церкви не пожалеть никаких расходов и трудов, которые оно вызовет. Надо принять на себя крест страдной поры и как плод достойный покаяния за прошлое, когда так мало делалось в этом направлении, и как насущную потребность церкви, потребность, которая должна быть удовлетворена для того, чтобы русская православная церковь не дожила до еще худшего и лица, владеющей ключами Царствия Божьего. Не приняли на себя еще более тяжелой ответственности, чем та, которая лежала на них раньше, когда зло в жизни русского народа не так ярко, не так общее и не в таких грубых формах обнаруживалось. Эти школы катехетов не только не должны быть устрояемы непременно по монастырям и быть под руководством ученых-монахов, как это предлагает Преосвященна Тони, но даже могут быть допускаемы только только в тех монастырях и поставлены под руководство только тех ученых-монахов, которые признают для себя обязательно руководствоваться новым катехизисом, не внося в свое учение ничего специфически монашеского. Говорю я это совсем не из враждебности к монашеству и не из желания противоречить Преосвященному Антонию, оскорбившему всех не монахов, к монахам по призванию смиренным, кротким, желающим для себя уединения и созерцательной жизни требовательности к себе и не требующим, чтобы все стали монахами и им подчинялись. Я отношусь с глубоким уважением и любовью, признавая в полной мере за монастырями право существования и свободного строения внутренней жизни по требованию их совести и даже их вкусов, совсем не сообразуясь с нелепыми требованиями, предъявляемыми им людьми иного настроения. В такой же мере я отрицаю и за монахием право прилагать свое мерило и предъявлять какие-либо требования жизни и людей вне стен монастырских. Монашество не может быть признано обязательной нормой для всех, а следовательно и не имеет права предъявлять ко всей церкви свои специфические монашеские требования. Путь аскетизма и уединенность созерцательной жизни не есть единственный путь спасения, не есть даже лучший путь для всех, не дурной путь только для тех, которые на этом пути остаются верны общееобязательному для всей церкви, как общееобязательной норме для всех христиан, пути деятельны, самоотверженной любви к Богу деятельного, самоотверженного братолюбия, подвига деятельного, самоотверженного созидания жизни на началах братского единства, на начале веры, действующей любовью. Если бы это было так, свет от света небесного, Спаситель мира, вечный глава Церкви Христос и Иисус не сказал бы «милости хочу, а не жертвы», не дал бы как верховную заповедь свою заповедь о любви, а сказал бы «жертву хочу» и дал бы как верховную заповедь свою заповедь аскетическую. Непонимание этого есть одно из важнейших проявлений отсутствия в наших верующих, современниках любви к Богу, всем разумением и молчаливого отвержения имя верховного закона христианского откровения. Последствия этого преступления не могли не быть ужасны. Они действительно ужасны. Из людей, становящихся на путь аскетизма, считая его единым спасительным, на путь аскетизма шаблонного и самодовольствующего. Только очень немногие достигают праведности, становятся святыми подвижниками, свободными духом и полными благодатной любви к Богу и благодатного братолюбия. Слишком многие на этом пути погибают. Одни лицемерно выполняют одну мертвящую букву аскетизма, другие, по очень удачному выражению самого же епископа Антония Волынского, о некоторых недоуменных вопросах пастырского служения, со скрежетом зубовным совершая дело спасения своего и становясь слишком часто, прибавлю я, погибшими для Бога и Церкви его самодовольными гордецами, холодными, засушенными, мумифицированными душами, застывшими в страхе греха, окаменелыми от страдания, собою клевещущими на христианство и отпугивающим от него. Сколько я знал таких людей, очевидно, наравне с книжниками и фарисеями менее блудников, способных войти в Царствие Божие. Среди наших монахов и начетчиков, среди благочестивых католиков и пиетистов лютеран, конечно, на путь аскетизма вступают сравнительно немногие. Громадно же большинство номинальных христиан, именно благодаря ложному убеждению, будто путь шаблонного аскетизма и уединенной созритательности есть единственный путь спасения. Решив, что они спасаться в монастырь идти, не желают, убежденно предаются вне стен монастырских совершенно антихристианской рутинной жизни, под позорным предлогом, что в миру добрым не проживешь. Даже эту гнусную форму отречения от Бога живого и правды его, самодовольно обзывая мудростью народной. Необходим этот вопрос о нормальном, обязательном для всех христиан пути спасения согласно Верховной Заповеди о любви и о том, что путь монашесства не есть единственный путь спасения, не есть норма, рекомендуемую церковью как нечто для всех христиан общееобязательное, должен быть совершенно определенно поставлен и выяснен в катехизисе и принимаем в расчет при решении вопроса о том, может ли быть дело преподавания в школе катехетов поручено тому или другому монаху. Катехеты того монашеского направления, которое выражается в убеждении, что путь аскетизма, монашества, уединения и созерцательности есть единственный путь спасения, могли бы только всех зазывать на опасный для столь многих путь монашества и аскетического подвижничества, а не влиять на честную организацию добра в нормальном укладе жизни христианского народа, что составляет главную задачу их деятельности на пользу церкви. И именно призывая верующих твердо стать на нормальный, общееобязательный для всех христиан путь разумной, деятельной любви к Богу и ближнему, на путь честной организации жизни на началах веры, действующей любовью, на началах разумного братолюбия и честного братского единства во всех областях жизни, катехеты и принесут церкви поместной наибольшую пользу, наилучше исполнят свой долг перед ней, наилучше подготовят для нее лучшее будущее и для русского народа возможность мирного благоденствия. Поняв первенствующее значение любви в жизни мира, сотворенного Богом, любовью воспитав грядущее поколение в дисциплине любви и честно сообразовав уклад жизни личной, семейной, социальной, трудовой и политической потребованием логики любви и верности Богу любви, русские православные люди твердо стали бы на путь мирного христианского прогресса, преображая и оздравляя душу народную миром святого огня любви, причем, естественно, были бы приведены к наилучшему, наиболее целесообразному и богоугодному виду аскетизма, воздержания от всего, что тушит нас любовь к Богу и братолюбие, что мешает нам оставаться логичными в деле любви и разумно организовать жизнь нашу по ее святым требованиям. Путем этого не шаблонного, а вполне сознательного и разумного аскетизма возгорался бы в душе народной все больше и больше огонь любви, все больше и больше отверзает душу народную для воздействия благодати Божией. Возрастала бы душа народная от братолюбия в братолюбие, от любви в любовь, и сгорела бы всякая грязь души на этом святом огне благодатной любви, разумной, животворящей и созидающей. Вот что нужно, вот в чем наиболее нуждается церковь, вот к чему должны стремиться все люди доброй воли, не смущаясь никакими препятствиями, воздвигаемыми на этом пути людьми злой воли, ищущими помешать торжеству правды Божией в жизни по благовидным предлогам, верности букве законов, преданий и исторически сложившейся рутине жизни на лоне церкви поместной. Третье. Согласование с Верховной Западью о любви всех нравственных понятий и всего уклада жизни христиан. Это должно быть первым плодом достойного покаяния. Собор должен призвать церковь поместным стать твердо на путь веры и честной последовательности Верховному Закону христианского откровения во всех областях жизни церковной, общественной и государственной, а не только личной и семейной. Люди, не желающие принимать Верховного Закона христианское откровение и признавать для себя обязательно быть логичными и последовательными на этом пути, не имеют никакого основания называть себя христианами и оставаясь на лоне церкви обманываясь тем людей, лишенных церковного самосознания и позорить церковь всем складом своих понятий и симпатий, всем укладом своей жизни. Церковь не должна делаться пособницей их лжи и преступлений. Она обязана извергать их из злона своего, предавать их отлучению и таким образом ставить их в необходимость покаяться и стать воистину христианами или уйти из церкви, громко объявив себя, ничего общего с ней не имеющими. И именно в этом церковь обязана требовать правды и безусловного себе повиновения поживотворяющим духу правды Божией Церкви Христовой и разумного понимания предсмертного завета Спасителя Мира сказавшего. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Именно любовь есть высший закон Мира Божьего и Церкви Христовой, общий и обязательный для всех желающих быть учениками Единого Учителя. Членами Церкви Христовой. Собор должен громко провозгласить это, чтобы восстановить основную истину веры, самый же творящий дух веры, истинный исповедание Бога Живого и Христа его в то время, когда истина его настолько затмилась в сознании людей, что почти никто не понимает более, что именно в этом церковь требует себе безусловного повиновения. Во всем остальном, признавая за верующим право широкой христианской свободой, доходящей до апостольской формулы, все дозволено христианину, формулы, которые с христианской становятся анархической, когда забывают, что высший закон христианства, даже единый новозаветный закон, заповедь новая, закон разумной любви, закон нежного братолюбия, и что не имеют права называться христианами и учениками Христа, те, которые не любят Бога всем разумением, и не желают быть умны на добро, логичными в любви и последовательной жизни, до того забывают, что громадное большинство мыслит совершенно обратно, убежденно, что можно быть православным, не любя и не организуя жизнь на началах любви, что повиновение церкви в соблюдении буквы, постов и обрядов, а не любви и подвиги дела любви, что церковь требует соблюдения буквы, постов и обрядов более, нежели разумной любви и честной жизни по вере действующей любовью. Собор должен восстановить христианскую правду в сознании и жизни православных русских людей, должен громко провозгласить не только как свое право, но и как свою священную обязанность отлучать от церкви тех, которые не хотят признавать верховного закона христианского откровения. О любви и им руководствоваться в жизни, под каким бы предлогом они не отказывались от этого закона. Так должна поступать церковь и по отношению к христианским школам, научая на руках закона Божия понимать, что величие верховного закона христианского откровения и всю жизненную правду его, научая понимать необходимость строгой логичности и честной последовательности в деле обязательного для христиан неуклонного применения этой высшей христианской правды во всех областях жизни. Очень важно при этом дать ясное разумение того, что этот закон есть разумная основа жизни христиан, а не рецепт поведения для людей всякого настроения, что любовь требует взаимности, признания взаимных прав и взаимных обязанностей, требует разумного своего проявления и совершенно разного в отношениях к сынам света и сынам тьмы, без чего она перестанет быть делом разумным, балует, потакает злу, становится укрывательницей, попустительницей и пособницей зла, таким образом перестанет быть любовью по отношению к Богу живому, а с тем вместе ко всему творению Божьему, являясь тормозом для достижения им конечной цели бытия, вечного блаженства причастия жизни, мудрости, любви, всемогущества и славы Творца. Так должна поступать церковь и по отношению к государству и всем общественным организациям на лоне его. Нигде никогда она не может изменить себе мировой правде Божией и Верховному Закону Новозаветного Откровения. Нигде никогда она не может вступать в чудовищный союз со злом, помня, что величайшее зло мира и есть измена высшему закону мировой правды Божией и христианского Откровения. Та злоба, то себялюбие, так корысть, которые распиляют предназначено к единству, делают пылью негодной для созидания то, что предназначено быть единым в Боге, с Богом и всеми Божьими. Собор должен громко провозгласить свою программу жизни и мирного прогресса во всем согласную сверховным законам христианского Откровения и логично из него вытекающую. Собор должен громко провозгласить свои условия для всех желающих быть в союзе с церковью поместной. Эти условия не идут за пределы доброжелательного содействия всему, что в жизни способствует торжеству христианской правды и обязанности не поддерживать то, что этому торжеству препятствует, тем более то, что ему противоречит. Церковь обязана помнить, что дружба с миром есть вражда против Бога и не имеет права вступать в союз, давать поддержку своего авторитета, являться укрывательницей и пособницей того, что представляет из себя этот мир, враждебный Богу и правде верховного закона мира и откровения его. Согласно этому Церковь поместно должна требовать от государства, желающего именовать себя христианским и пользоваться нравственными выгодами союза с Церковью, не того, чтобы оно всех своих подданных требовало быть православным, не того, чтобы оно искусственными мерами привлекало к православию и затрудняло падение от него людей, изменивших ему по духу. не того, чтобы оно применяло требования христианской нравственности к людям, ничего общего с христианством не имеющим, не того, чтобы оно с тупой жестокостью к добру и добрым разнуздало зло, обеспечив злым свободу зла и преступления, а того, чтобы государство обеспечило за верующими возможность беспрепятственно осуществления правды веры в жизни, обеспечило бы их личную и имущественную безопасность, их неотлеваемое право христианской свободы, широкой свободы добра и доброделания. Все это должно быть обсуждено на соборе и громко провозглашено, как честная логика веры и любви. Четвертое. Воспитание в школах. Надо, чтобы собор громко заявил, что христианская школа безразлична, духовная или светская, обязана не только развивать умы и давать им возможность обогащаться знаниями, но и воспитывать волю к добру. Она обязана давать церкви, государству и обществу людей, дисциплинированных любовью, способных стать созидающими элементами на пути мирного прогресса и мирного благоденствия страны. Церковь не может вступать в союз с государством, которое не дает ей исполнять свои священные обязанности в этой области. Особенно в такое время, когда человечество опьянило от жажды свободы и совершенно не понимает, что никакая степень свободы невозможна без соответствующей степени дисциплины любви. Когда из сознательной любви к Богу, из братолюбия при свете любви к Богу всем разумением, не захотят злоупотреблять свободой, не захотят свободы, зла и преступлений, употребят свободу не на дело разрушения, а на дело созидая мирное благоденствие на лоне церкви и государства. Собор не имеет права игнорировать отношения представителей освободительного движения. К этому вопросу собору незачем полемизировать с постановлением съезда профессоров об упразднении кафедр по богословию в высших учебных заведениях. Собор должен помнить это яркое проявление отсутствия любви и уважения к церкви, а одинаково позорны как для духовного ведомства, так и для профессоров христианской страны. Для духовного ведомства потому, что дело это было так поставлено, что действительно большинстве высших учебных заведений не принесло никакой пользы для профессоров, потому что это доказывает полное отсутствие в них христианского самосознания, любви и уважения к церкви. Они поступили по логике злобы, по логике любви они должны были бы высказаться не за упражнение влияния церкви на студентов, а за увеличение и разумную организацию этого влияния. Факт налицо. Не только наше учащееся юношество, но и сами профессора, которым христианское государство вверяет ответственно дело обучения и умственного развития молодежи, совершенно чуждо церковного самосознания и дисциплины любви, что представляет грозную опасность, смертельную опасность для всех церкви поместной, государства и общества. Церковь не может отказаться от заботы о духовном благе грядущих поколений, о духовном благе всех посомых, в которых бы, в каком бы ведомстве не состояли школы, принимающие на себя обязанность давать образование христианским детям и юношам. Если даже предположить, что компенсия собора по отношению к светским школам кем-либо, властями или общественным мнением, газетами будет не признана. Собор должен сделать свое дело, громко проголосив свое право любви в этой области, громко исповедовать Христа в этом вопросе, представляя всякому отнестись к его постановлениям по требованиям своей совести или своей бессовестности. Не надо политиканство. Собор не должен, не имея права становить свои постановления в зависимости от того, какое впечатление они произведут, как они будут приняты и как к ним отнесутся. Пора христианам взять пример со святых, светочих своих, радостно претерпевших гонения, мучения и смерть за исповедание правды веры и верность Богу живому, Христу его и церкви и их умом, сердцем и жизнью, а не брать пример политиканствующих детей мира сего, которые неизменно руководствуются не требованием веры и совести, а лукавыми мудрованиями о целесообразности и требовании практического оппортунизма, задаваясь при этом целыми, чисто земными целями. Собор должен быть громко покаяться за церковь поместную, в том, как дурно было до сих пор поставлено дело преподавания закона Божия в учебных заведениях всех разрядов, имея характер сухой схоластики отрывочных, неупорядоченных сведений о букве догматического учения и богослужебной обрядности, никого не научая ни пониманию цельного христианского мировоззрения, ни пониманию первенствующего значения в Верховной Западе о любви, без чего все вероучение распылено и лишено живой святыни животворящего духа своего, не понимая живой основы христианской нравственности, не понимая определенную программу упорядоченной жизни и бесконечного мирного прогресса, но обязаны по обязательной логике разумной веры, действующей разумной любовью. Во всем этом необходимо покаяться и сотворить плоды и достойны покаяния. на будущее время разумно организовать то, что было так дурно организовано. Собор еще в большей мере должен покаяться за церковь, поместную, в позорном отсутствии ревности о воспитании юношества. Не только в светских школах, но и в духовных на дело воспитания совсем не было обращено внимание, оно вовсе не было организовано. Собор должен потребовать, чтобы дело воспитания было признано главным делом во всех христианских школах и стройно организовано по разумной логике веры, действующей любовью. Воспитатели обязаны внушить к себе любовь, уважение и доверие, сами показывая пример во всем, чему научают и чего требуют. Они обязаны привлечь воспитаемых к активной деятельности в направлении христианского самоусовершенствования и осуществить церковную правду соборности в самой жизни школы, которая должна быть малой церковью Божьей, объединенной любовью друг к другу при свете любви к Богу всем разумением для того, чтобы иметь право называться школой христианской. Только тогда будет на действительную пользу церкви, государству и обществу будет действительного спасения для учащихся и все прочее, что дает им школа и что в настоящее время, когда школа не воспитывает, а развращает, дает только опасное орудие борьбы в руки врагам церкви, государства, мирного благоденствия и всякого порядка. Церковь не может и не должна быть терпеть такое положение вещей. Эти вопиющие общественные государственные преступления церковь обязана предъявить свои права на воспитание грядущих поколений достояния Божьим. Собор от имени церкви должен громко это высказать. Велика будет его ответственность перед Богом, перед церковью, поместной и перед Родиной, если но этого не сделает. Высоко прискорбно, что за малыми исключениями большинство епископов обходит от важнейшего вопроса жизни, церковной полной молчанием в отзывах подданных Святым Синод или предлагает меры чисто внешне, дисциплинированно, нардные, вроде обязательного посещения всех богослужений, обязательного соблюдения всех постов и тому подобное. Тут необходимо радикально изменение всей системы преподавания богосведения. Совершенно новая организация прежде совсем не организована от дела духовного воспитания, полного преображения всего ветхозаветного в новозаветнее, не усиление соблюдения буквы мертящей, не усиление цепей рабства подзаконного, а духовное рождение в свободу славы чад Божьих, любящих Бога всем разумением, полных благодатных сил на добро, способных отвернуться себя, взять крест и идти за Христом. Не смысле самоистязания, а смысле неуклонного, радостного, и разумного подвига любви, поклоняясь Богу в духе истине, сознавая, в чем путь истины и жизнь, и всю жизненную правду слов апостола знания надмевает, а любовь научает, кто любит Бога, тому дано знание от него. 1 Калифина 8 глава с 1 по 3 стих. А чего же так далеки наши современники? Слава тебе Боже наш! Слава тебе! Аллилуйя!